Здравствуйте, дорогие мои друзья и самые дорогие мои подписчики! Я приветствую вас в своем лесу. Пошла на прогулку. И хочу за одним показать вам пень, на котором я собирала грибы, опята в прошлом году. Их было великое множество. И сейчас я хочу посмотреть, нет ли там грибочков. Это совсем рядом от дороги. Вот чуть-чуть я свернула, даже 100 метров нет. Вот иду я к своему пеньку. Ни одного гриба еще не вижу. Тут такое сваленное дерево. И сейчас мы его обойдем. Вот он такой огромный. Я даже не знаю, сколько он сантиметров. Примерно 80 в диаметре. Вот у нас сегодня очень жарко. Неделю шли дожди сильные. Вы, наверное, слышали, что в Германии происходит. Мы как раз живем в этой земле. Рейнландфальц. По-немецки Рейнландфальц. Но мы живем ближе к Франции. У нас тут нет ни одной реки большой. Ой, конечно, очень страшно и печально, что такие события происходят. Но что творится в мире, вы уже сами все знаете. Поэтому, слава Богу, у нас все нормально. Поэтому я решила с вами немножко поделиться, сходить в парк на прогулку и показать вам обзор моих последних находок в секонд-хенде. В лесу прохладно, очень хорошо, приятно. Но все-таки я пойду в парк. Это мне надо сейчас выйти и пойти немножко вперед, пройти до своротки в парк. Вот и первые гребы. Огромные сиявки, сиявки. Там еще есть. Тут еще есть. Кто-то уже их сорвал. Наверное, сыроежки. Дорогие друзья, я показывала в одном из обзоров винтажные салфеточки гобеленовые. Вот такие. Они небольшие, большого размера. И сейчас покажу, что я еще нашла. И вот попался мне целый набор. Пять салфеточек таких. С люрексовой каймой. Гобеленовые. Вот смотрите. Две таких средних салфетки. Они очень старенькие. Винтажные. Жалко, что бирочки обрезаны. И такие три поменьше. Ну, такие, знаете, довольно-таки неброские. Спокойные расцветки. Красно-коричневые гаммы. Но нравятся они мне тем, что они винтажные и очень редко попадаются. И еще две салфетки овальной формы. Абсолютно одинаковые. Ну, тоже довольно-таки старенькие. На мой взгляд, интересные. Попался мне вот такой сливочник. Небольшой. Такой приятный тоже расцветки. Три цветочка букетик. Разбросаны по всей поверхности сливочника. Надо сказать, что сливочники отдельно попадаются очень редко у нас. В отличие от других блогеров, мне вот попадаются очень редко такие сливочники. Смотрите, как он просвечивает. Фарфор тоненький. И неизвестное мне клеймо фирмы Бон Апарт. То есть, можно было бы прочитать Бон Апарт. Но явно А выделено, поэтому нужно искать клеймо такое. Сколько я не задавала Бон Апарт, выходит рисунки и посуда с изображением Наполеона Бон Апарта. Надо разбираться, искать. В общем, выпущено в Баварии. Думаю, что он не старенький, а такой примерно, может быть, 90-е годы или позже. И еще очень красивый бело-синий гармия посуда, которую я люблю. Какой-то интересный такой сюжет. И форма у него симпатичная. Такая выпуклые краешки и вот такой носик красивый. Он без клейма, но очень симпатичный. Ручка украшенная тоже гирляндой цветочной. И вот такая кобальтовая расцветка. Сцены из сельской жизни. Здесь красивый цветок. Но это не роза, что-то другое. Похоже на пион и веточки. Еще одна удачная находка, на мой взгляд. Белоснежная ваза. Без декора. Небольшого размера. Сантиметров 17 такая она. И почему я ее взяла? Потому что это Алька Кайзер. Мануфактура, которую я собираю. Вазочка такая классической формы. Мне нравится, когда горлышко шире, чем основание. Чем ножка. Потому что цветы здесь очень красиво распадаются. И букет хорошо смотрится. Пивная кружка, которую вы видели в обзоре, пришлась мне по вкусу. Очень интересный, красочный сюжет охоты. По всему дизайну. По всему, вернее, периметру крошки. Здесь смотрите, как интересно рассматривать эту сцену охоты. В каких старинных камзолах они охотники. Интересные у них инструменты. Это, наверное, горные. И вот их борзые уже кого-то делят в какую-то добычу. Кружка интересна тем, что она коллекционная. Желудь на крышке. И видите, крышечка у нее уже имеет следы времени, следы бытования. Покрытая она серебром, оцинкованная. И что интересно, вот здесь по всей кружке идет какая-то надпись с заголовком. В общем, я не переводила. Это надо сесть, перевести. Честно говоря, написано не очень для меня понятно. Но надо время, чтобы... Вижу здесь отдельные слова понятные. Поэтому сесть, перевести. Я люблю сцены охоты. И поэтому мне захотелось, конечно, ее получить в свою коллекцию. И тем более, что она тоже от мануфактуры Алька Кайзер. 70-80-е годы. Адибона Этлинген. Не знаю, что это такое. Кружка довольна. Ну, можно сказать, что не в очень хорошем состоянии дно у нее. Может быть, ее хорошо использовали. Но мне понравился именно вот этот декор. Сцена охоты очень даже интересная. Заинтересовала меня еще одна находка. Вроде бы в ней ничего особенного. Но то, что я видела раньше, не похоже на эту. Это совочек со щеточкой. Посмотрите, как хорошо сделано. Видно, что это не дешевый предмет интерьера. И когда я спросила цену, она оказалась дороже, чем обычные предметы. Значит, это посеребрение. Я не обманулась. Вот красивый такой взор. Листья, ягоды. Посеребренная щеточка. И такой же совочек. В отличном состоянии. Он небольшой набор этот. И такие предметы предназначаются для сметания крошек со стола. Правда, этот набор у меня не в этот раз я приобрела его. Давно уже купила. Все, не было случая показать. Но сегодня я обещала ребятам из Калифорнии показать. У них тоже там интересная метелочка. Интересная метелочка для сметания крошек. Думаю, что это из той же серии предметов интерьера для уборки со стола крошек. Регина, Михаил, привет! Вот я вам показываю такой свой наборчик. Ну и фаворитами сегодняшнего показа я выбрала вот такие две хрустальные бонбоньерки. Красивые, на мой взгляд. Великолепно выглядит вот эта справа. С красивой крышкой. И красивый очень рисунок. И ножки. И вот это в форме шкатулочки. Состояние отличное. Без сколов. Посмотрите, какой рисунок здесь в форме. Снежинки, наверное. А может быть цветка. Грани все такие четкие. И богатый рисунок, я бы сказала. И смотрите, какая тоже тут на донышке такой же цветок. Или похоже на снежинку. Красивые вот такие круглые. Вырезанные. Даже не знаю, как это назвать. Такие выемки. Ну, у меня очень много уже получается таких шкатулочек. Но все равно я купила, потому что мне они очень даже нравятся. Они очень функциональные. Можно их применять для чего угодно. Но вот это похоже на Чехословакию. Красивая ручка. Вот такой рисунок. Они небольшие. Можно здесь... Красиво будет смотреться мармелад. И ножки, конечно, меня подкупают. Всегда ножки. Сколов нет. Я проверяла. В общем, очень удачная находка. Вот на сегодня и все, дорогие друзья. Спасибо, что вы прогулялись со мной. Надеюсь, вам понравилась прогулка. Желаю вам всего самого доброго, благополучия в семьях и отличного летнего настроения. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...